Микс Ньюс Микс Ньюс Микс Ньюс Микс Ньюс Микс Ньюс Но пришёл, увидел, что Не так ужасно, как Со стороны смотрится И влияние Миколеп repetition Не такое, уже огромное Что политики диктуют, что тебе делать И не делать И со своим Взглядом Миколеп fine М어지ешь работать и продолжать Работать и уже Да, почти три года, в апреле будет три года, как, надеюсь, буду в своей должности. Но то есть все-таки более положительное? Более положительное, потому что главное условие, почему я пришел, и разговор с тогдашним премьер-министром Кучинскисом был в том, можем ли мы реформу государственного управления произвести. То есть я был скептический настроен, потому что там уже близость выборов в парламент и так далее, но в конце-концов удалось. Она еще не завершена, она еще в процессе. Да, ну приняли в 2017 году этот план реформы государственного управления, план на три года, это последний год, 20-й. Ну уже первый, ну сам конец, финишный спорт, как можно говорить, и первые уже результаты в отдельных направлениях мы уже видим. Ну вот реформу, по крайней мере, анонсировал, даже, по-моему, успел запустить ваш предшественник Мартин Шкреминч, который покинул должность в 2017 году, и вы пришли. А вопрос такой, во-первых, насколько вы ее переняли, или все-таки вы переделали то, что запустил Мартин Шкреминч? Ну, можно так говорить. Реформа еще в двух словах, она нацелена, просто напомним, для радиослушателей, на сокращение существенного, собственно, госаппарата, чтобы чиновников стало меньше, чтобы зарплаты были повысены, ну все хорошее, в общем. Да. Я пришел и довел до конца этот проект. Что-то переделали, что-то отбросили, что-то новое поставили. Ну, вот самый трудный участок, сам финиш, да, в течение полгода, в апреле я пришел, и в ноябре мы сумели правительству принять план реформы. Очень трудно было, очень такие тяжелые дискуссии в самом кабинете. В конце концов, кабинет принял, одобрил реформу, и теперь уже выполняем. И это последний год реформы, и могу уверить, будет здесь следующая реформа, потому что нельзя останавливаться. А напомните еще тем, кто, может быть, тоже не помнит, почему мы пришли вообще к тому, что нам настолько необходимо сокращать госаппарат? В какой момент он оказался раздут? Это отголоски кризиса, когда нам нужно было сокращать, или почему мы в такой ситуации вообще оказались? Ну, если смотреть исторически, да, в перекризисном периоде у нас тоже, мы можем говорить, был раздут аппарат, да, вот эти жирные года, как мы говорим, да, росли, 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 тогда кризис и коллапс. И потом небольшой оскок, да, экономика начинала подниматься, и мы поняли, что надо, ну, не жить по таким принципам, да, вверх и вниз, надо систематически работать с государственным управлением, чтобы повысить его эффективность. И в хорошие годы, какие мы имеем и имели, надо смотреть не в сторону увеличения государственного аппарата, потому что бюджетных денег больше и так далее, больше чиновников, но надо систематически сокращать, повысить эффективность государственного аппарата, услуг и так далее. И если мы имеем планы, продуманный план, мы можем идти в этом направлении, чтобы в Латвии был очень эффективный, один из эффективных аппаратов в Европе. И в типном направлении, например, финский аппарат, можем смотреть разные данные, но один из эффективных государственных аппаратов, или в сфере образования и в других, когда мы смотрим по объему госслужащих в каждой отрасли. И это тоже латвийская цель, которая ставилась перед нами, чтобы идти в ту же сторону. Если немножко отвлечься, Вы упомянули Финляндию, и вначале мы еще говорили про то, что у нас министерства сменяются чрезвычайно часто, действительно, министры точнее. Вообще, как вот Финляндия недавно, правительство Финляндии отметилось в средствах массовой информации тем, что оно стало чрезвычайно молодым, с большим количеством женщин, таким очень прогрессивным. Премьер-министру, если не ошибаюсь, с 30-го года был на момент того, как она заняла этот пост. Как Вы относитесь к такому, если говорить о профессионализме, компетентности в рамках Латвии? И то, что у нас сменяются министры настолько часто, то есть сменяемость власти – это хорошо, но с другой стороны, между ними там связи очень такая обычная, сомнительная. Ну да, с одной стороны, если меняется политическая власть, это хорошо, приходят новые идеи, вопрос, насколько компетентны те новые люди, которые приходят в политику. И если они компетентны, тогда я за, потому что это новый импульс для развития. А у нас как? Ну у нас, это избирателю смотреть, как акценивать. Вы тоже избиратели. Да, и я смотрю каждый раз, когда избираю, то, что плохо, если очень часто меняется. Потому что Вы приходите к власти, и приходит какое-то время, то есть приходит понимание, как реально всё работает. Потому что со стороны всем кажется, что всё очень просто и очень легко изменить, переменить и так далее. Приходит какое-то время, и тогда Вы только сознаёте, что конкретно можете изменить, и надо делать. И если Вам дают 3-4 года, тогда можно требовать результаты. Но год-два, очень короткий промежуток времени, да, можно что-то очень быстро продвинуть. Да, если смотреть, например, сейчас мы очень в ускоренном порядке производим территориальную реформу. Да, очень. И это все упрёки, которые идут в сторону реформы. Да, очень много. Потому что слишком быстро. Мы понимаем, что если это затягивать... То придёт новый министр? ...проходит новый, и всё сворачивает, и всё начинает снова. То есть, этим спешка обусловлена? Не, ну, надо понимать, что если реформа растягивать на очень долгий промежуток времени, то может всё обратиться тем, что реформы нет. Ну, как с Минздравом. Да, мы видим, что предыдущие реформы территориальные. Несколько раз уже, да, надо проводить, но далее... Более чего разговоров мы не видели, только разговоры, что... Но бывает ещё хуже вариант, когда реформу завершают, приходит новый министр, оказывается, или оказывается, или он так заявляет, что эта реформа, она вообще не работает. Вот в Минздраве у нас постоянно это происходит. Что-то внедряется, потом приходит новый министр, отменяет это. Да, это тоже, можно сказать, аспекты проблемы, что мы проводим реформы одну за другой, не оценивая результаты предыдущих. Да, у нас охота, желание очень быстро что-то сделать, потому что мы понимаем, что, да, время, которое отведено конкретному политику, конкретной партии, власти может быть ограничено, и надо проводить фундаментальные реформы, и побыстрее нет времени, может быть, оценивать... Ну, не буду говорить, что во всех случаях мы делаем вот именно так, что без какой-то анализа, но вот спешка, надо сбалансировать, да, то есть прогрессивность, желание проводить какие-то реформы со спешкой, потому что спешка – это ошибка. МВД, кстати, тоже просто хотел, к слову, спросить. Близкая вам отрасль в силу вашей прошлой работы? Сейчас тоже достаточно такие кардинальные изменения. Вот Сандес Гиргенс проводит уже какие-то конфликты у него, наметились там с министром юстиции, хотя с кем он не конфликтует. Тоже тут отдельный вопрос, господин Борденс. Как вам то, что происходит в МВД, если в двух словах? Министр пришел со своими взглядами, видением, как надо развивать. Я вижу во многих вопросах, то есть он имеет конкретные предложения, что надо делать. Мы можем во многих случаях соглашаться, не соглашаться, но он политик, у него свое видение. То, что позитивно, я вижу, у него желание реформировать эти силовые структуры. Сейчас полиция близка к тому, чтобы они уже одобрили план реформы для государственной полиции, как работать в 21 веке, исходя из тех ограниченных ресурсов, которые полиция имеет. И некоторые другие идеи, посмотрим, как они воплотятся в жизнь, насколько удастся все эти идеи. Потому что если у политика достаточное время, чтобы внедрить, тогда уже можно оценивать результат. Ну, понятно. В общем, нужно подождать. Если говорить о госаппарате, возвращаясь ко всем этим делам, сколько на сегодняшний день у нас человек задействован на работников? Около 50 тысяч? Да. Если мы смотрим на так называемую прямую, те институции, которые поданы к Кабинету министров, примерно 50 тысяч, если мы включаем и военных, военнослужащих, и некоторые другие категории, то почти 60 тысяч, 58 тысяч занятых. Ну, то есть, исключая военных и так далее, ну, примерно 50. 50, да. Очень всегда наглядно в сравнении все посмотреть. И, кстати, с балтийскими, особенно, соседями. Известно вам, сколько чиновников, например, в Эстонии или в Литве? Абсолютные цифры, ну, это несравнимо, потому что надо понимать, что в абсолютных цифрах это зависит от того, сколько населения, потому что предлагая услуги населения, то есть, чем больше населения, тем больше необходимо полицейских и так далее. Там есть условные оценки, то есть, сколько госслужащих на одного жителя или на 100 тысяч жителей, сколько госслужащих. Там есть одна цифра, которая, да, мы можем сравнивать Латвию с другими странами Евросоюза, но цифра, в которую включаем и служащих в самопроведениях. Хорошо, да. По этой цифре мы немножко хуже, чем литовцы и эстонцы, но в среднем лучше, чем в Европе, потому что с каждым годом мы становимся эффективнее и эффективнее. Если смотреть на те реформы, которые я уже упомянул, три года назад правительство одобрило план реформы, в течение уже двух с половиной года на три тысячи мы уменьшили в госаппарате число служащих. Это довольно-таки хороший результат. Я вот в сентябре, вы говорили, что на 4% удалось. Правильно я понимаю? Оперативные данные на ноябрь прошлого года на 7, немножко более, на 7% нам удалось в среднем уменьшить, как говорил, почти три тысячи госслужащих. Это реальных, не каких-то пустых вакансий, которые уменьшили. То есть, если берем цифру на начало 2017 года и ноябрь прошлого года, то есть, почти на 3 тысячи меньше занятых, реально занятых госаппарат. Ну, про балтийских просто соседей. Это, конечно, понятно, что в Литвии население больше, в Эстонии меньше. Ну, и, может быть, конкретных сейчас там до единицы цифр у вас нет, но все-таки какие примерно у нас, если сравнивать, количество чиновников у нас и в Эстонии, например? Я говорил, тот показатель, который мы используем, это количество госслужащих на определенное число населения. То есть, эстонцы, они немножко отстают от финнов, который номер один по этому показателю в Европе. Эстонцы немножко отстают от финнов, ну, и литовцы немножко хуже эстонцев, но мы уже приближаемся уже к литовцам, потому что, я говорю, в среднем каждый год по тысяче мы уменьшаем и уменьшаем количество. Но то, что я не могу, как главный чиновник, как мне сказали, не могу влиять, это на самоправление. Этот показатель, как я уже говорил, на этот показатель влияет и число служащих в самоправлениях. То есть, если центральный аппарат, мы уменьшаем число занятых в самоправлениях, это идёт в обратный... Но вот сейчас территориальная реформа, она должна удариться очень сильно. Хороший толчок, и, может быть, мы уже сможем догнать и уже перегнать наших соседей, думаю, литовцев. Сейчас приверёмся очень коротко, небольшая пауза, и вернёмся к директору госканцелярии Янис Цыцковскис у нас сегодня в развороте. Директор госканцелярии Янис Цыцковскис у нас сегодня в гостях. Можете звонить по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9 или писать в WhatsApp 230-6191. Сокращение госаппарата, вы сказали, на ноябрь уже 7%, хотя мне казалось, что общий план подразумевал 6%. Да, в общем, уже перевыполнили, но моя цель не только в среднем 7%, потому что разные министерства достигли разного результата. Есть министерства, которые уже более 6%, но на данный момент 5 или 6 министерств, которые в этом году должны собраться и… А расскажите, что это за министерства, это, конечно, что с Минобороны, там есть определённые проблемы в этом смысле. Минобороны – это большое исключение из плана, потому что военные и те, которые служат в вооружённых силах, это исключение из сокращения, потому что мы идём в другом направлении, мы каждый год повышаем число военных в армии. Было бы глупо принять один план, который предусматривает повышение, число военных в армии и другой план, который сокращает, да. Получается такое противоречие, да. Ну, потому что для армии мы сделали исключение, но для чиновников, которые сидят в министерстве, в других кабинетах, да, они должны сокращаться. А с вас, спросите, пожалуйста, с военными, для вас это тоже, ну, вот как для чиновника и для профессионала вопрос не обсуждаемый, это, в принципе, правильная линия, вы считаете, тоже увеличение? Ну как, если мы приняли стратегическое решение повышать число солдат? Нет, мы приняли люди, его тоже можно оценивать как угодно. И мы 2% от валового продукта каждый год вкладываем в нашу армию, ну тогда мы вкладываем. Но вы поддерживаете? Да, ну, такое решение принято, и мы идем в ту сторону. И в отношении, то есть, план реформ для армии исключения. То есть, те министерства, которые уже с первого дня очень интенсивно работали относительно плана реформ, уже привисели этот результат. И в среднем, если можно говорить, сранивая школу, да, в средней, средняя оценка мы уже, то есть, привисели 6%. А кто отличники? Какие министерства у нас отличники? Минблаг, кажется, да? Какие отличники? Ну, я буду говорить о прошлом году. То есть, в прошлом году отличники Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и благосостояния. То есть, уже до этого Министерство финансов уже, по-моему, первый или второй, в течение второго года уже план выполнили. И те, которые уже в этом году должны как-то спинничный спорт сделать. Это Министерство иностранных дел, Министерство культуры, Министерство экономики, ВАРом, да, регионального развития. Это отстающие, получается? Ну да, которых уже, ну, мы уже еще имеем 10 месяцев целый год, потому что я имею данные на ноябрь прошлого года. То есть, за этот год они должны достигнуть 6%. А у кого хуже всего дела пока идут? Ну, за исключением Минобороны, которые, понятно, там, привилегированы. Хуже всего по этому показателю на данный момент, то есть, эти 5 министерств, которые я помынул, то есть, у них до 6% еще должны работать очень серьезно. А вот одного среди них выделить так нельзя? Ну, там, если разница, там, полпроцента, это небольшие цифры, что мы можем говорить, что у нас какой-то большой аутсайдер. А что мешает им? Почему они вот не успевают? Ну, это в каждом случае отдельный разговор. У каждого свои, можно говорить, исторические, может быть, проблемы, которые нужно решать, как менять внутренние процедуры, какие-то другие факторы, которые влияют временно, надо, например, даже повышать число занятых, чтобы конкретно это, оперативные задачи решать. Так, в целом, сказать, что там одна проблема, как можно сказать, у каждого пациента своя история болезни. В том же сентябре, если не ошибаюсь, о сэкономленных за счет сокращения госаппарата средствах шла речь, тогда была названа сумма 22 миллиона, полагаю, что, видимо, она уже больше. Как эти средства используются? Они экономятся в итоге? Что это повышение зарплаты или что это? Одна из установок реформы была, что мы сокращаем государственный аппарат, и в то же время те средства, которые вы сэкономили, остаются в распоряжении институции, и можете поощрять те сотрудники госаппарата, которые продолжают работать. Потому что мы понимаем, что вопрос зарплат очень актуален, низких зарплат, и со стороны госбуджета дополнительных средств. Не можем всем предоставить, и это стимул проводить реформы, становиться более эффективными, чтобы дать возможность доплачивать, повышать заработные платы, разного вида доплат, поощрять те, которые работают. Давайте звонок примем активно, звонят, наденьте наушники. Слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Два раза прозвучал в студии вопрос по сравнению количества на отношения чиновников Латвии и Литвы и Эстонии. Господин директор канцелярии пытался два раза объяснить отличия относительных цифр, абсолютных. Мы отличаемся чуть-чуть от Литвы и Эстонии. Мы в два раза у них меньше чиновников, полтора, в три раза у них меньше. Чуть-чуть. Это сколько? Да, ну давайте все-таки добьем. Проблема в том, что просто я не помню наизусть конкретные цифры. Я бы сразу же ответил, они отличаются немножко. Если мы так говорим. Не в два раза. Не в два раза. Поэтому я говорил, что Латвия, мы лучше, чем в среднем Европе по числу чиновников на одну душу населения. Можно говорить, такой показатель, который мы можем сравнивать, потому что трудно сравнивать Латвию и Германию, где население несколько раз больше чиновников. Но это показатель, который дает возможность сравнивать, насколько эффективно вы работаете. И мы лучше, то есть, когда я перенял госканцелярию, мы были немножко хуже, чем в среднем. Но в течение этих последних лет, то есть, план реформы дает нам возможность говорить, что мы уже лучше, чем в среднем Европе, но отстаем от эстонцев, то есть, тогда, когда план реформ приняли, у нас был план уменьшить на 6%, то есть, центральный государственный аппарат, это 3 тысячи занятых, чтобы догнать эстонцев на этот момент. Ну, в два раза больше надо было бы сокращать. Не 3 тысячи, а 6 тысяч сокращать число занятых. По поводу зарплат. Во-первых, вы, я так понимаю, недавно подали законопроект, касающийся зарплат чиновников как раз-таки на обсуждение. И, во-первых, чего вы ожидаете, какого решения вы ожидаете, то есть, насколько вероятно то, что он будет утвержден. И, во-вторых, еще такой вопрос, не знаю, может быть, у меня сложилось такое впечатление, но госканцелярия часто говорит о проблеме зарплат в госсекторе, а сами министерства, например, не то, чтобы часто упоминают эту проблему. Это действительно так? И почему это так в таком случае? Ну, вопрос в том, что мы надеемся. Мы надеемся, что наконец-то нам удастся принять в парламенте этот проект, потому что закон был принят сразу после кризиса. И закон предусматривает максимальные рубежи заработной платы для всех служащих в государственном порядке. И вы понимаете, если вы 10 лет не меняете эти максимальные оклады, то как вы можете мотивировать госслужащих работать только с доплатами? И если вы уже достигли той стадии, когда доплата больше вашей основной заработной платы, это ненормально, потому что с одной стороны чиновник, вы можете манипулировать им, потому что в один день вы можете сказать, что все, зарплата больше не будет. И тогда уместна поговорка, чтобы вы жили на одну зарплату. И когда у вас вакансия, вы ищете новых госслужащих, люди интересуются, какой оклад, какая заработная плата. И когда вы говорите, знаете, оклад низкий, но мы имеем доплату, нет. Я хочу знать, какая основная, потому что это гарантия. Потому что доплата сегодня может быть, в следующий месяц можете просто не получить. То есть, система надо менять. То, что мы видим, то есть, насколько меняется персонал в госструктурах. У меня данные по каждой институции. Например. Ну, самые яркие примеры. Самые яркие примеры. То есть, в прошлый год в течение 12 месяцев Министерство экономики, 29% от того персонала, который имеется в Министерстве экономики, поменялся. Ну, треть, можно сказать, практически. Почти треть. В целом, по рессеру Министерства экономики, 18%. Например, Министерство внутренних дел в целом, включая все службы, 10% меняемость Министерства культуры. И все это в зарплату упирается, да? Ну, там разного причина. То есть, мы хотим уменьшить ту тенденцию, что мы принимаем новых госслужащих. Они приходят, немножко обучаются, получают навыки и уходят в другую структуру. А вот что касается доплат, кстати, да, конечно, необходимо увеличивать зарплаты, но вы, я так понимаю, выступаете все-таки за вот эту практику доплат тоже, хотя она, как кажется, достаточно такая, как бы сказать, такая зыбкая, что ли, потому что и госконтроль не раз обнаруживал, вы сами знаете, море скандалов, когда доплаты совершались так очень сомнительно. Там чиновникам давали доплату за то, что он хорошо пользуется компьютером. Такие причины достаточно формальные. Ну, я говорю, если, например, вы сам работаете, и половина от того, что вы получаете, ваша заработная плата, премия, вот это все, да. И вторая доплаты, потому что за заработную плату только на одну заработную плату просто уже никто не работает, потому что 10 лет она не менялась, это нормальная ситуация. Наше предложение предусматривает повысить основную заработную плату, в то же время уменьшая все эти доплаты и уменьшая общее количество доплат. Если на данный момент доплаты до 60%, в отдельных случаях в двойном мере можно доплачивать и 100%, максимальный процент доплат до 30% и уменьшить виды доплат. На данный момент, по-моему, 5 разного вида доплат можно получать, не превышая этих 60%, уменьшить и число доплат и общую сумму процент доплат. То есть нормальный основной оклад, заработная плата и небольшая доплата в отдельных случаях. По этой теме еще такой вопрос, явно госсектор проигрывает по зарплатам частному сектору, но есть ли помимо денег какие-то преимущества в работе на госслужбе? Как вам видится это? Ну какая мотивация? Люди приходят в госструктуру, потому что они видят, что интересная работа. Я могу приходить и реализировать, разрабатывать политику, которая вливает на все общество. Они видят какую-то цель повыше, чем просто зарабатывать деньги. Это одна из мотиваций. Заработная плата тоже немаловажна, потому что в какой-то момент и дети, и семья, и жена спрашивают, нужно как-то жить. Ну и нужно, то есть нормальный баланс сделать между мотивацией работать во благо государства и материальной мотивацией. Ну и это цель нашей реформы, чтобы примерно, чтобы 80% от того, что за совместимую, то есть такого же рода работу, которую вы делаете для госсектора. Люди делают в частном секторе, вы получали бы в госсекторе примерно 80% от того, что платят за эту работу. Я просто еще обратил внимание на такую вещь, что как будто бы госслужба позволяет себе очень перемещаться по горизонтали, не только по вертикали. То есть, что я имею в виду, например, различные… можно увидеть, что человек работал, например, госсекретарем или на какой-то более низшей позиции в одном министерстве, допустим, это министерство благосостояния, и тут он внезапно оказывается на похожие позиции в министерстве внутренних дел. Хотя казалось бы, ну то есть мы понимаем, что это министерство, но это абсолютно другая отрасль, и человек оказывается таким универсалом. Вот вы как к такому относитесь? Ну, надо понимать, что в наши дни люди больше и больше готовы к переменам, они не готовы работать всю свою жизнь на одном рабочем месте, за одной организацией, и с другой стороны, и для институции необходимы какие-то специфические навыки, знания, когда необходим эксперт. И один из проектов, на котором думает госканцелярия, чтобы создать такой банк экспертов, который мы можем предоставлять услуги, можно так сказать, арендовать из одной институции другой необходимого эксперта, потому что такая старая система, когда мы уже привязаны к конкретному министерству институции, то есть мобильность, возможность эластична. Какое образование человек должен иметь, чтобы так быть способным перемещаться? Надо понимать, что если вы врач, то вы работаете в министерстве здравоохранения, или вы социальный работник, тогда вы работаете в министерстве благосостояния, если вы, не знаю, полицейский, тогда вы работаете в министерстве внутренних дел, такого уже нет, если вы эксперт, аналитик, вы имеете опыт разработки разного вида политик, вы должны иметь навыки очень быстро адаптироваться к разным видам вопросов и суметь уже работать в одном министерстве, в другом и третьем. То есть это 21 век, то, что вы сидели в одном министерстве и всю свою жизнь проработали, это уже уходит в прошлое. У нас и министры точно так же, конечно, меняются, и, кстати, министры очень на спорт всегда нацелены, вот Сандес Гергенс хочет, если не ошибаюсь, ситуацию футбола возглавить, экс-президент фейернистра, баскетбол, но это так, лирическое отступление. Еще один вопрос, у нас просто время стремительно идет еще, хочется, конечно, про тему госсекретарей поговорить, но вот еще один такой точечный вопрос, который постоянно поднимается в СМИ нацменьшинств, скажем так, в русскоязычных преимущественно, конечно, о том, что якобы есть такой момент, что на видных должностях в госаппарате превалируют все-таки представители титульной нации и очень малое количество представителей нацменьшинств. Хотя, если смотреть на выпускников, например, вузов, то там приблизительно все так же, как и в демографических показателях, там 60 на 40 процентов примерно, есть что-то такое действительное, вот как вам кажется? Я, вы поняли интересную тему, какого-то национального, национальной политики, что русских не будем брать в госструктуры. Я не знаю, чтобы было какое-то деление по национальному, потому что то, что я вижу, какое преимущество имеет новое поколение, то есть тех русских, которые живут в Латвии, потому что они очень хорошо знают латышский язык, вы не можете просто определить, какая национальность, потому что без акцента вообще люди говорят, они знают очень хорошо русский, это большая проблема для латышей, потому что в школе уже русский не уличают так хорошо, как старый, они знают английский и во многих случаях имеют хорошее образование, то, что они, может быть, не так охотно приходят в госструктуру работать, это другой вопрос. Почему? Мне трудно ответить. То есть, скорее, сами не приходят, чем не берут? То, что я могу сказать по госканцелярии, по тем, например, конкурсам, которые мы производим по отбору высших должностей разного рода институций, да, русскоговорящих очень мало подают просто заявки. Почему? Мне трудно ответить. Почему такая? Они более охотно идут в частный сектор или в бизнес. Но вы сказав, что русскоязычная молодёжь очень хорошо владеет латышским, вы, конечно, сейчас очень большое противоречие как бы возникает между тем, что транслирует министр образования. Те, которые приходят в госструктуру, они очень хорошо знают. Может быть, там вопрос в том, что те, которые не знают очень, мы тоже сталкиваемся с ситуациями, что да, человек окончил вуз, имеет диплом, но когда во время интервью мнение, что да, будут проблемы с латышским языком, то есть все эти письменные вопросы уже ставятся под большим вопросом, как он сможет написать письмо и так далее, тогда проблема. Но те, которые идут, очень хорошие. Хорошо. Давайте там про госсекретарей, большая всё-таки эта тема. Ну вот вы, госсекретарь латвийский, его главе, можно сказать, с вами, написали и направили письма президенту и премьер-министру, по сути, с призывом защитить госсекретарей от политической расправы. Насколько я понимаю, таким поводом, триггером послужила ситуация с Минэкономики, вот эта вся сложная ситуация Ральф Немиро, Эрик Эглотес, уволенный госсекретарь, который утверждает, что решение было политическим, просто потому что сам Эглотес не хотел назначать в правление предприятия Латвэнерго, человека, которого вот хотел Немира там видеть, а именно Павла Рябинока, который в итоге всё-таки снял свою кандидатуру, потому что, как выяснилось, ему и допуск гостайни не дадут. В общем, сложная история. Вы прокомментируете, во-первых, как вы видите эту ситуацию, ну и вот по поводу письма, чего вы всё-таки добиваетесь, чего ждёте. Вы прямо такое движение, которое можно сравнить, знаете, вот с движением МИТУ в защиту женщин. Здесь, я так понимаю, что госсекретари теперь звонят и благодарят вам, что вы защищаете их честь. Ну, начну с последнего, по поводу МИТУ, да. Вот это сравнение уместно, потому что мы до этого видели один случай, другой, третий, где-то как-то по углам люди разговаривают, но никто публично об этом умалчивает. И мы сочли уместным, то есть сказать, хватит, надо этот вопрос поднять публично и обратить внимание. И что случилось? После того, когда письмо стало публичным, мне стали звонить люди, стали посылать сообщения. Спасибо вам за то, что вы очень мужественно пошли на этот шаг, потому что такие проблемы имеются не только в госсекторе, не только между министрами и госсекретарями. Они уместны и между руководителями институций и политиками. Они имеют случаи в самоуправлениях и конкретные случаи, когда власть меняется в самоуправлении, приходит новая власть и сразу уже дается установке принять вот этого и этого человека или в структурах самоуправления, или в каких-то предприятиях самоуправления, или вот эту закупку государственную проводить это или это, и ты будешь покупать вот от этого предприятия и так далее. И когда люди умалчивают это, и когда это письмо это подняло наверх, что имеет такие случаи место, надо с этим бороться. Коротко вас прошу, просто время у меня так много остаётся. Вы, получается, при двух правительствах работали, Кучинский и сейчас Каренша. Можно ли говорить, что всё-таки вот при Каренше в этом министерстве, если о госсекретарях, да, не самоуправления говорим, именно вот как-то это вскрылось? Есть в этом какая-то связь, что именно сейчас-то вскрылось? Правительство Каренша как-то отличается? Нет, мне трудно сказать, что это вскрылось, потому что Каренша и не Кучинский. Просто, не знаю, может быть, и мы сами, как я и 11 госсекретарей, которые... Друзия Ушина, хочется сказать. ...кторые просто в один день собрали мужество и сказали, всё, мы готовы. Чак не очень простой, лёгкий. Вы понимаете, что можете попасть потом сами по какие-то репрессии, не знаете, тоже одно правительство, другое, третье приходит, новые политики и всё, за этот чак получаете сами какие-то репрессии. Ещё два вопроса хочу спеть задать, буквально две минуты у нас остаётся. Вот ситуация с назначением госсекретаря Минсообщения Лонды Степановой, тоже очень какая-то странная ситуация возникла. Там в 2019 году был назначен госсекретарь господин Житков, министр решил, что он слишком политически ангажирован. Сейчас уже без конкурса назначили госпожу Степанову. Что это такое? Да, но история длится уже более чем года. Пришёл новое правительство, новый министр, старый госсекретарь ушёл, понимая, что вместе работать невозможно. Сначала по запросам Министерства транспорта, госканцелярия объявила открытый конкурс. Победитель, но по политическим причинам, что победитель имел очень тесную связь с партией и активным политиком был, и моё личное мнение, что да, мы должны этот вопрос в законе урегулировать, и я думаю, что активным политиком идти на пост госсекретаря они не должны. А Степанова, которая шесть дней поработала в министерстве? Во всей истории это плохая страница, потому что в течение очень короткого периода времени министр просто настолько хотел поставить госсекретаря, живя более года без постоянного госсекретаря, поспешил. Не нарушил ничего? Формально, по закону, да, это его право, хотя бы на следующий день, но исходя из принципов, может быть, хорошего управления, да, такая спешка неуместна. Какие-то последствия будут, если коротко, вот вы как-то будете это комментировать вот в таком ключе? Ну, последствия, то есть это решение министра, то есть предоставлять ротации, кабинет смотрит. Да, по формальным критериям ротация возможна. Ясно. Спасибо большое, пора нам заканчивать, времени уже не остается. Директор госканцелярии Янис Цицковский был у нас сегодня в гостях, я Андрей Лешкевич, всего доброго и до свидания.